МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днём ангела, дорогие именинники! Страны мира можно условно разделить на христианские и нехристианские. К последним нехристианским, непросвещенным светом Евангелия смело можно отнести Индию. Таинственная, загадочная, мистическая страна. Воображение средневековых европейцев она будоражила мыслями о несметных богатствах, о золоте, драгоценных металлах, других камнях и прочее. Это страна мистически одарённых людей, которые в течение многих тысячелетий томятся жаждой истины. Индия то погружается в молитвенные экстазы, то срывается в бездна разврата, то медитирует и напряжённо думает над смыслом жизни. Но, повторяю, Евангелие там не живёт. Индия не христианская страна, но Евангелие там всё-таки проповедовалось. И причём не кем-нибудь, а одним из учеников Христовых, апостолом Фомой, который называется апостолом Индии, а индийские христиане малочислено называются церковью апостола Фомы. Сегодня наш рассказ об этом святом апостоле, который в переводе с греческого означает, имя которого близнец, а в сознании нашего народа оно рифмуется с понятием неверный или неверующий или недоверяющий. Апостол Фома был тем человеком, который не был вместе со другими апостолами, когда они видели воскресшего Христа. И он не верил им, не доверял их свидетельству. Хотя Писание говорит, что двое или трое, согласно говорящих одно и то же, должны быть достаточным числом людей, которым стоит верить. Фома не верил даже и десяти своим друзьям, исключая повесившую уже к тому времени Иуду. Христос ему лично явился и предложил ему осязать свои пробитые ребра и язву на руках и ногах, следы которых сохранились на нём, на Христе, даже и во воскресенье. Ведь Фома усомнился потому, что видел Христа распятым. И говорил, что я, если не увижу на руках его язвы гвоздины, не вложу руку мою в ребра пробитые, то не буду веровать. Он не доверял просто голосу видевших, а он хотел лично убедиться. Господь явился ему по восьми днях после воскресенья своего и первого явления апостолом и предложил ему прикоснуться к своим ребрам пробитым, к своим язвам на руках. Фома воскликнул, Господь мой и Бог мой. Господь похвалил его, сказал, что ты видел и веровал, блаженный, не видевший, но верующий. В это краткое выражение Христова, в это ублажение не видевших, но верующих, помещаемся все мы, дорогие братья и сестры, миллиарды и миллионы христиан, видевших Христа не глазами, но глазами сердца. Мы поэтому поем на Пасху и воскресные дни, воскресенье Христова видевши. Поклонимся Святому Господу Иисусу. Мы видели его сердечными, повторяю, глазами, хотя не видим покамест его глазами нашими телесными. Апостол Фома проповедовал впоследствии, повторяю, Евангелие в Индии. Там он был убит. По церковной истории, согласно ее свидетельствам, апостол крестил князя города Милипура, его жену, и за это возбужденные язычники, возмущенные этим событием, пронзили его пятью копьями. Там он скончался. Повторяю, что Индия считается областью проповеди апостола Фомы, и индийские христиане так себе называют церковь апостола Фомы. Поскольку до сегодняшнего дня Индия нуждается в глубокой, сильной, мощной проповеди христианства, то, может быть, кто-либо из слышащих нас сегодня, из молодых людей, у которых все еще впереди, у которых свежая голова, ясная память, может быть, они возьмутся за изучение хинди, других наречий, которые в ходу в Индии, и будут учиться проповедовать Евангелие среди тех людей, глубоких по сердцу, ждущих истины и пока что не слышавших о ней. Сегодняшний день скуден на имена, и сегодня только одного Фому. Или по-латински Томаса. Мы поздравляем с Днем Ангела. В следующие дни имен будет больше. Ну а сегодня все, кто носит священное имя апостола Фомы, примите одно сердечное поздравление с вашим Днем Ангела. Радуйтесь. Имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова